Акция «Цифровая звезда» продолжается в Бресте. В ее рамках на гарнизонном кладбище состоялся торжественный митинг с установкой табличек с QR-кодом, переводящим на страницу Международного историко-патриотического проекта по оцифровке памятных мест как на территории Республики Беларусь, так и по всему миру, связанных с событиями Великой Отечественной. В акции приняли участие представители БРСМ, Брестского областного объединения Белорусского фонда мира, учащиеся школ города. В рамках мероприятия открыли 10 табличек с QR-кодом у могил героев Советского Союза, похороненных на гарнизонном кладбище. Проект «Цифровая звезда» – довольно-таки новый проект БРСМ, конечно же, в Бресте установлено уже достаточно много табличек, больше 10. И одна из первых – это была табличка Алексея Наганова, защитника Брестской крепости. Мы продолжаем такую работу, потому что это не просто установить табличку, а это действительно большая поисковая работа. Этот проект, который мы реализуем сегодня, именно цифровка гарнизонного кладбища, действительно, это в рамках соглашения между нашим Советом ветеранов, вот, конечно, фон мира очень сильно помог, ну и Белорусский республиканский союз молодежи. Действительно, гарнизонное кладбище – это место очень уникальное, очень интересное, потому что здесь захоронено 10 героев Советского Союза. Именно про каждого мы искали информацию с разных источников. Я хочу сказать, что нам очень тоже сильно помогла и отдел культуры Брестского городского полкового Малая Петровна Кондак. Мы с ней выверяли, сверяли информацию, чтобы действительно она была достоверной, четкой и понятной. События Великой Отечественной войны до сих пор остаются самой большой болью в жизни каждого поколения белорусов. Нет такой семьи, которая не потеряла на полях сражения близкого человека. В честь каждого воспитанники возложили цветы и зажгли ритуальные лампады у памятников 10 героям Советского Союза, захороненным на территории гарнизонного кладбища. Нужно помнить о всех героях Великой Отечественной войны. А Николай Макаров – это уроженец Брещины, он защищал город Брест. И я считаю, что мы должны знать всех героев, которые защищали наш родной город, например, Макаров или тот же Гаврилов. К сожалению, в нашей стране не осталось ни одной семьи, которых бы не коснулась Великая Отечественная война. И я считаю, что люди не должны помнить о тех ужасах войны, чтобы это вновь не повторилось. Они должны чтить память и помнить о героях Великой Отечественной войны. Нужно помнить и чтить их память, так как это наши предки, и не забывать о них. Особую торжественность митингу придал звон церковных колоколов и рассказ учащихся миротворцев Государственного учреждения образования гимназии номер 2 города Бреста о судьбах и подвигах каждого. Ребята горды тем, что именно им была предоставлена честь принять участие в столь значимом мероприятии. Каждый из юношей и девушек помнит о героическом прошлом своей родины и будет помнить, чтобы жить.